Коллеги, добрый день. Зовут меня Мария Нинашева. Сегодня я являюсь спикером нашего вебинара. Пока участники у нас подключаются, я расскажу немного об организационных моментах, как у нас будет сегодняшний вебинар проходить, как мы будем сегодня работать. По времени вебинар у нас сегодня рассчитан на 45 минут. Сначала мы с вами разберем все вопросы, которые у нас идут по презентации. Пойдем по темам презентации. По мере возникновения вопросов по теме пишите их, пожалуйста, в чат. Пишите их сразу, не дожидаясь окончания вебинара. Я постараюсь их разобрать, если они будут вписываться в мою презентацию, в те темы, которые мы разбираем, сделать на них акцент. Либо мы их после разбора основной темы разберем в отдельном блоке в вопросах. Если вдруг ваш вопрос требует все-таки анализа ваших бизнес-процессов, вашего разбора особенностей вашей компании, какой-то, может быть, сферы деятельности, либо уточнения, то будет целесообразнее эти вопросы разобрать уже отдельно на встрече для всех участников вебинара. Мы предлагаем провести встречу одну совершенно бесплатно с разбором ваших вопросов, с разбором вашей конкретной ситуации. Далее либо вы можете учесть наши рекомендации, либо, может быть, мы сможем еще чем-то вам помочь во внедрении программного продукта или при работе с ним. А скажите, пожалуйста, кто уже использует 1S ERP, какую версию? Так, пока я ваших ответов ожидаю, по организационным моментам дальше. То есть вы пишете в чат вопросы, которые у вас возникают, мы можем их разобрать либо в конце вебинара, либо по ходу разберу, либо можно провести дальнюю встречу. Запись вебинара будет выложена, если вас выбило, если по времени ограничено, то вы сможете в записи также посмотреть. По результатам вебинара будет рассылка с презентацией, со ссылкой на записью, с разбором вопросов, которые были у нас в чате, если мы их сразу в эфире не разобрали. И также по мере вебинара я могу упоминать какие-то другие вебинары, которые мы проводили, либо будем проводить. Если вы хотите, чтобы мы направили вам какие-то дополнительные материалы, то, пожалуйста, сразу в чате, когда задаете вопрос, и ставьте свой контакт, то есть электронную почту, на которую мы сможем вам ответить. Потому что мы не всегда можем идентифицировать пользователя, под которым вы вошли сейчас в вебинарную комнату, и контакты, которые вы оставляли свои. Иногда бывает, что не удается идентифицировать. Но я думаю, что мы к основной теме можем с вами приступить. Что мы сегодня будем разбирать? Мы сегодня обзорно увидим возможности системы ERP 2.5. Глубоко погружаться не будем, прямо в одном слайде, для чего эта система, что она, в общем-то, для чего предназначена. И основная тема нашего сегодняшнего вебинара – это деловые партнеры. Как происходит регистрация нового делового партнера? Какие есть возможности регистрации? Как вводится информация о компании, которая состоит из нескольких юридических лиц? Ввод информации о сети, когда у нас множество партнеров, одно юридическое лицо. Как регистрируются контактные лица партнеров? Как хранится история изменения реквизитов контрагента? Получение сводной информации по партнеру, каким образом может быть получено? Также автоматическое заполнение реквизитов контрагентов. Рассмотрим проверка контрагентов ПНС и каким образом у нас отображаются, вносятся обособленные подразделения контрагентов в программу 1С ЕРП 2.5. Мы рассмотрим сначала всю информацию нашу в презентации, в докладе. Далее мы перейдем уже в саму систему ЕРП и посмотрим, как это у нас выглядит на живом примере. Итак, приступим к обзору общих возможностей системы. Система 1С ЕРП, она универсальная, очень сейчас это решение популярное среди внедрений, то есть она занимает одну из лидирующих позиций и компаний, которые внедряют от достаточно крупных холдингов масштабные внедрения сразу нескольких систем, часто с документооборотом в паре внедряют, до совсем небольших компаний, где используются только определенные блоки из системы. И 1С ЕРП позволяет обеспечить комплексное планирование, построить современную систему учета с высокой степенью детализации и затрат и определять также показатели управления и системы ответственности в рамках цельного, единого информационного пространства. Какие функции реализованы в 1С ЕРП? Это постановка целей, определение собственной цели самих и критерий, которым можно оценить достижение поставленных целей. Это функция планирования, уточнение показателей, условий, требований и ограничений для планирований. Оперативное планирование, тактическое и стратегическое бюджетирование. В комплексе оперативного учета также решается ряд задач с помощью 1С ЕРП, это решение задач по управлению и взаимодействию с внешним окружением, это казначейство, это автоматизация продаж, закупок, полностью складской деятельности, это управление обеспечением потребности, управление производством и отражение фактов хозяйственной деятельности. Далее, какие функции еще реализованы? Это, конечно, мониторинг финансово-хозяйственной деятельности, контроль и анализ показателей деятельности самого предприятия. Это анализ, исследование отклонений фактических результатов деятельности от того, что было запланировано, либо от эталонных значений. Кадровый учет и расчет зарплаты, регламентированный учет, именно международный финансовый учет. Блоки могут использоваться не все сразу, то есть может использоваться как один-несколько блоков в зависимости от того, что у вас уже есть, какие процессы покрыты, какие блоки покрыты уже текущими системами. И какие-то блоки могут быть другой системой автоматизированы и может быть настроена интеграция, как часто и бывает. Вот, возможности системы мы вкратце рассмотрели. Сегодня мы на этом останавливаться не будем. Тема у нас деловые партнеры. Тема важная, так как на старте работы с системой, с чего начинается, ну понятно, что вы сначала анализируете свои бизнес-процессы, понимаете, что вы будете вообще автоматизировать с системой покрывать, идет обследование, потом моделирование. И вот на начальных этапах вы понимаете, как у вас будет строиться ваше НСИИ. То есть НСИИ – это базис, на котором строятся работы всей системы, как вы будете работать со своими контрагентами, как вы будете использовать функциональность системы, вы должны принять решение об этом вот именно на старте работы с системой и понимать, во что это потом выльется. То есть для чего предназначена та или иная функциональность, нужна ли она вам, выйти или вы ее включать. В ERP работа с контрагентами, она подразумевает два варианта. И вот именно на старте вы должны принять решение, как вы будете работать, разделять партнеров и контрагентов, юридические и управленческие сущности или нет. Ну сейчас чуть-чуть попозже мы как раз это рассмотрим, какие два варианта у нас есть и почему это так важно. Информация о деловых партнерах в системе регистрируется в списке нормативно-справочной информации и администрирования. На скриншоте я изобразила, и в программе мы также это позже посмотрим. НСИИ администрирования и партнеры. Список объединяет всех участников без взаимодействия с предприятием, то есть в этом списке есть и клиенты, и поставщики, и конкуренты, и перевозчики, и прочие отношения. То есть если вы заходите в список контрагентов через продажи, там вы видите своих покупателей. Через закупки вы видите тот список, который относится к этому блоку. Через НСИИ администрирования вы видите всех партнеров, которые у вас есть, и которые являются... Полный список всех участников бизнеса взаимодействия с предприятием вы можете видеть через НСИИ. Сам список может иметь иерархическую структуру. То есть когда мы заходим в партнеров предприятия, в партнеров вашей организации. Что такое партнер? Партнер – это управленческая сущность. Если привести пример, то вот есть сеть магазинов, у них, допустим, есть одно юридическое лицо, но с каждым вы... у вас свои определенные взаимоотношения есть. У каждого свои условия продаж, у каждой торговой точки. При этом это единое юридическое лицо. Как же их разделить? Как раз-таки это могут быть несколько партнеров, при этом может быть юридическое лицо одно. Может быть один партнер, и у него несколько юридических лиц. Так бывает часто, допустим, когда на какую-то группу товаров необходима лицензия, и, например, допустим, на алкоголь, на другую группу товаров такой лицензии не требуется, и для оптимизации налогообложения используют второе юридическое лицо, по которому ведут деятельность по другой группе товаров. То есть есть два юридических лица, при этом все условия одинаковые, при этом вы понимаете, что это единый для вас партнер, при этом это будет один партнер, то есть управленческая сущность, и несколько юридических лиц. Ранее, когда функционалы разделения справочников, партнеров, то есть управленческих сущностей, и контрагентов юридических сущностей не было использовано в системах 1С, вот эту задачу было очень сложно решить. Кто же является, когда у нас был один партнер, по сути, и у него было несколько юридических лиц, было сложно понять, как же выстроить это в справочнике так, чтобы пользователям было удобно однозначно это определять. Вот, когда у нас появилась возможность разделять партнеров и контрагентов, тут возможности у нас расширились, но при этом важно понимать пользователю, что есть такой партнер, а что есть такой контрагент. То есть партнер – это у нас управленческая сущность. И список партнеров, он может быть иерархический, то есть у нас может быть головной партнер, головная компания, наш партнер, с которым мы работаем, и ему подчинятся несколько управленческих сущностей, и они могут быть в иерархической структуре. Это у нас холдинговая система, она отражается в программе с помощью функции, когда мы можем включить в холдинг, включить в головную компанию карточку партнера и таким образом отображать. То есть здесь у нас отображено, как в списке партнеров мы разворачиваем и видим карточки всех подчиненных партнеров сразу в списке партнеров. На системе мы тоже это посмотрим. Также мы можем для каждого партнера указать бизнес-регион, к которому он относится, если мы используем в системе бизнес-регионе. И можем производить анализ продаж уже в разрезе бизнес-региона. Но это опять же в зависимости от особенностей вашего бизнеса, насколько вам целесообразны такие разрезы использовать в бизнес-регионах. Как раз-таки слайд у нас по управленческим и сущностям юридическим. Мы с вами хорошо разобрали. Еще хотел бы уточнить, что функция раздельного ведения справочников, контрагентов и партнеров, она у нас опциональная. То есть мы ее можем включать, можем не включать. То есть если вы отключили в настройках системы сразу использование раздельного ведения справочников, то есть у вас изначально будет к каждому партнеру привязан один контрагент. Все однозначно и все крайне просто. Если вы не работаете с холдингами, если вы не работаете со сложными структурами, когда у вас один партнер, то есть управленческая сущность, и у него несколько юрлиц, то в принципе вам не обязательно включать эту функциональность, чтобы не путать ваших пользователей. Кто есть такой партнер, кто есть такой контрагент. Вы можете в настройках NCE и администрирования данную функцию выключить, то есть галку это убрать в разделе СРМ и маркетинг. И у вас тогда к каждому партнеру будет относиться только один контрагент. Тогда у вас взаиморасчеты, все будут регистрироваться в разрезе партнеров и контрагентов. В то же время можно ввести упрощенный учет с партнерами и юридическими лицами. При введении такого учета как раз таки опция независимой ввести партнеров и контрагентов обязательно должна быть отключена. В этом случае для одного партнера, как мы и говорили, однозначно уже определено его юридическое лицо, то есть это контрагент. И в документах нужно будет уже указывать только один из параметров. Либо вы указываете партнера, либо вы указываете контрагента в зависимости от вида документа. Так как уже для системы не будет разночтений. Если вы указали партнера, то она автоматически определяет для него контрагента. Если у вас функция включена, независимо ввести партнеров и контрагентов, то система вас просто не поймет и вести упрощенный учет просто не получится физически. Также для каждого партнера можно указать, какие бизнес-заимодействия вы предусматриваете между своей организацией и этим контрагентом, то есть этим партнером. То есть кем он для вас является? Он является поставщиком, клиентом, конкурентом или какие-то имеют прочие отношения с предприятием. С точки зрения взаимодействия один и тот же партнер может быть сразу одновременно иметь несколько позиций бизнес-заимодействия. То есть он может, допустим, быть сразу клиентом по какой-то группе товаров, а также может быть и поставщиком по другой группе товаров или иметь какие-то прочие отношения. То есть если вы устанавливаете несколько галок, соответственно, у вас и в разделах соответствующих появится в списках партнеров данный партнер. То есть в закупках, в продажах в зависимости от того, что вы указали. И правила работы с партнерами, они определяются теми условиями, которые зарегистрированы в соглашениях об условиях продаж или в соглашениях об условиях закупок. Взаиморасчеты уже с юридическими лицами партнеров, именно контрагентами, могут вестись в рамках заключения с ними договора. Как у нас осуществляется регистрация нового делового партнера? Для удобной работы пользователя в системе предусмотрен помощник регистрации нового партнера. То есть система сама подскажет этапы, что и где нужно заполнять. Для ввода нового партнера необходимо кликнуть на кнопку «Создать» и в списке партнеров в МСИ администрирование и процесс работы помощники регистрации нового партнера уже будет запущен. Там вы указываете данные необходимые. Так как у нас партнер является не юридической, а управленческой сущностью, там не обязательно указывать юридические данные. То есть ННН и КПП партнера здесь не указываются, юридического лица партнера. Здесь вы указываете наименование, контактную информацию, идентификационную информацию, почту и телефон. Можете указать информацию о контактном лице. Но это тоже не обязательно, информация о контактном лице. При вводе нового партнера автоматически будет проверяться вся ранее имеющаяся, уже ранее введенная в базе информация существующая. И система вас предупредит, проконтролирует появление дублей партнеров в информационной базе, чтобы у вас в списке партнеров не задваивались данные. Помощник ввода партнера может быть использован при вводе нового клиента или поставщика, а также из соответствующих списков в разделах продажи или закупки в списках клиента и поставщики. Когда в процессе оперативной работы менеджеров с клиентами или поставщиками, при вводе информации о партнере, когда работаем из списков клиента и поставщики, будет автоматически устанавливаться соответствующий флажок в отношениях с партнером. То есть если вы заводите через список НСИ администрирования общий список партнеров, то там необходимо будет устанавливать эти флажки вручную. Система не поймет, кем для нас является данный партнер. Если же мы сразу вводим из блоков продажи или закупки из списков клиента и поставщики, то система сразу определит и автоматически установит галки. Если необходимо будет указать, что данный партнер у нас является еще параллельно и участником какого-то другого бизнеса взаимодействия с нами, то нужно дополнительную галочку здесь же указать, не забыть об этом. Также существует такая возможность вводить в базу информацию о партнере без контроля дублей. По процессу иногда требуется такая возможность, когда у нас с одинаковыми данными вводятся партнеры. и правом ввода такой информации обладают только те пользователи, для которых установлены полные права, то есть администратор или роль, разрешающая такое действие. Это тоже стоит предусмотреть, потому что в оперативной деятельности такое бывает. Нужна возможность введения партнера с дублирующейся информацией. В этом случае у нас для ввода информации о партнере будет доступна дополнительная кнопка «Еще создать нового списка партнеров». Информация вводится сразу в карточку партнера без использования помощника ввода и без контроля дублирующей информации. При таком способе ввода можно вводить информацию без указания ИНН. Помощник регистрации нового партнера создан в виде мастера. Далее мы его посмотрим. То есть пользователь последовательно заполняет известную информацию, которая ему доступна, и система будет подсказывать, какие поля обязательные, какие поля можно пропустить. То есть если пользователь не заполнит какие-то необходимые поля, то система дальше его не пропустит. Также с помощью помощника далее можно зарегистрировать информацию и о контрагенте. То есть такая возможность сразу есть, прямо сразу в карточке партнера зарегистрировать. Есть возможность вводить информацию о компании, которая состоит из нескольких юридических лиц. Мы это тоже с вами говорили. То есть у нас есть вариант, когда компания у нас в холдинг, когда у нас работают со всем холдингом на определенных условиях, и в холдинг входит у нас несколько организаций. Документы холдинга могут быть оформлены от имени любой организации, которая в него входит. В этом случае в список партнеров вводится информация о партнере-холдинге. В качестве контрагентов этого партнера регистрируются все организации, все юридические и физические лица, которые в состав холдинга входят. Таким образом, у нас есть иерархия как партнеров, так и иерархия контрагентов, то есть юридических лиц. На скриншотах у нас также изображено, и посмотрим потом на нашем примере в системе 1С ERP. Регистрация контактных лиц партнеров. При регистрации нового партнера с помощью помощника можно заполнить данные о контактных лицах партнера, информацию можно посмотреть в карточке партнера по гиперссылке «Контактные лица». На скриншоте у нас выделена эта гиперссылка, то есть можно сделать список с ролями, кто у нас является кем у контактного лица, кто менеджер по продажам, руководитель компании, то есть по какому вопросу, с кем вы можете контактировать, и контакты данных контактных лиц. В список можно добавить любое количество контактных лиц партнера, и по ролям я сказала, что для каждого пользователя, для каждого контактного лица введена отдельная роль и введена контактная информация, которую мы далее можем уже использовать. Также существует возможность хранения истории изменений реквизитов контрагентов в хронологическом порядке, то есть если мы меняем какие-то данные, КПП, адрес, юридическое название, то система хранит историю изменений, с какого числа у нас действуют данные изменения, у нас рядом с реквизитом, мы видим указание, с какого момента оно у нас действует. Вот в данном случае мы видим, что установлено с 7.06.2018 года, мы можем развернуть и посмотреть всю хронологию, кто у нас реквизиты изменял. Эта функция очень важна, особенно когда у нас работает много менеджеров со списком контрагентов, бывают разные ситуации в торговых компаниях, но я лично сталкивалась, что большая ротация кадров, и от этого идет большое количество ошибок. Вот когда компании подвижные, живые, бывает вот такая проблема, что кто-то что-то поменял в системе, в контрагентах, и начинают искать, почему же это случилось, на каком же основании. Вот здесь история у нас хранится. Если у нас не было никаких изменений в истории, то показывается надпись в виде гиперсок, что установлено изначально данное значение, и если реквизиты контрагента не имеют историю, то показывается надпись, с какой даты это изменение установлено. Вот нового значения реквизита, действующего с определенной датой, и редактирование текущего значения выполняются в соответствующих формах ввода истории изменений, доступных по гиперссылке, установлено изначально. Здесь тоже у нас изображено, то есть мы добавляем в историю изменения, и можем уже свои корректировки здесь носить. При добавлении нового значения реквизит контрагента указывается период, с которого данное значение начинает свое действие, и отражается это в истории изменений. Также хранится не только текущие, но и предыдущие значения, то есть если нужно поднять историю и понять, какие данные у нас были введены до этого, до изменений, то мы их тоже будем знать. А само уже актуальное значение, оно уже показывается в форме реквизитов, на форме элемента списка контрагента. По умолчанию использование истории включено для юридического адреса, если же требуется хранение истории для каких-то других видов адресов, то необходимо выполнить дополнительные настройки для соответствующих элементов, где мы хотим хранить историю справочника вида контактной информации. Возможность хранения истории изменения адреса регулируется у нас установкой флага, редактирование только в диалоге. При такой настройке обеспечивается хранение истории изменения юридического, почтового, фактического адресов организаций, также партнеров, контрагентов, пользователей, складов, физических лиц, когда нам это необходимо дополнительно к основному юридическому адресу. Редактирование текущего ввода нового значения адреса, действующего с определенной датой, выполняется в отдельном диалоговом окне, которое у нас для этого предусмотрено, и доступно оно по гиперссылке «История изменения в карточке адреса». Здесь выделена эта гиперссылка, то есть в юридическом адресе гиперссылка «История изменения». И здесь же можно также добавить. При добавлении нового значения адреса мы должны указать период, с которого действует это значение. Поле у нас для этого предназначено, действует в форме ввода «История изменения адреса». В «История изменения» храняются текущие значения и предыдущие тоже значения, действующие с определенной даты. Хранение «История изменения КПП», сокращенного юридического и наименования контрагента, контактной информации поддерживаются в следующих функциональностях. Для формирования печатных форм документа, для отчетности по контролируемым сделкам, для учета НДС, в обмене с мобильным приложением 1С-заказа, в обмене с мобильным приложением монитор ERP при его использовании, в алгоритмах идентификации, при использовании интеграции прикладных решений через формат Enterprise Date, в этих случаях мы можем использовать хранение «История изменений КПП». Как мы можем получить сводную информацию о партнере, по партнеру? Всю необходимую информацию о партнере можно получить в списке партнеров. Для каждого партнера в правой части, вот здесь мы видим на скринчероте правую часть списка, дополнительно показываются краткие сведения о нем, адрес телефона, электронный адрес и так далее. То есть мы можем видеть данные, еще не открывая карточку контрагента, сразу в правом поле. Это удобно, когда необходимо быстро найти какие-то данные, не открывая все несколько карточек подряд, мы сразу наводим, выделяем в списке нашего партнера и видим по нему данные. Используя гиперссылки контрагента и контактные лица, можно сразу быстро посмотреть данные о юридическом лице партнера, а также информацию о контактных лицах, зарегистрированных для партнера. В списке можно установить также фильтры, которые ограничивают сам список партнеров. То есть можно отфильтровать партнеров по бизнес-региону, можно отфильтровать по партнерам, которые мои. В списке будут показаны только партнеры, для которых текущий пользователь является основным менеджером и только значимым. Только значимые, то есть в списке отбора будут показаны только те регионы, к которым относится хотя бы один из партнеров. Для вывода сведений, необходимых для контактов с клиентами, то есть именно контактной информации, можно использовать отчеты о контактной информации. Опять же, эта функция может быть удобна для делов продаж, для колл-центров. Предусмотрены два отчета по контактной информации. Это контактная информация партнера и контактная информация контактных лиц партнера. Отчеты доступны, если мы установили соответствующую настройку. Опция НСА-администрирования, настройка НСА-разделов, CRM-маркетинг в настройках CRM-роли контактных лиц. Данный настройок у нас отвечает за то, чтобы мы могли выводить отчеты по контактным лицам. Как у нас выглядит отчет контактная информация партнера. В отчете контактная информация партнера показываются информации о наименовании, адресе, телефоне фирмы партнера, а также дополнительная информация о контактных лицах партнера, которая нам может быть необходима. Информация загруппирована по ролям, которые определены для контактных лиц нашего партнера. И также можно сделать дополнительный отбор списков, чтобы сделать более точную выборку. И можно добавить в список отображаемых данных дополнительную контактную информацию. Для этого используется кнопка «Показать настройки». Вариант отчета контактных лиц партнеров позволяет сформировать список лиц контактных наших партнеров со всеми необходимыми для контактов с ними данными. Если необходимо организовать взаимодействие с контактными лицами, не обрабатывая при этом карточки партнеров, эти отчеты очень удобны в работе, особенно отделов продаж. С заполнением карточек партнеров с помощью помощника с особенностями заполнения «История хранения» мы закончили, а также отчеты посмотрели. Посмотрим функцию автоматического заполнения реквизитов контрагентов. Такая функция у нас предусмотрена. Автоматическое заполнение реквизитов возможно у нас только для юридических лиц. Поиск данных индивидуальных предпринимателей не поддерживается. То есть система берет данные из открытого источника и для того, чтобы у вас эта функция работала, обязательно наличие договора ИТС, и чтобы у вас программа, естественно, была на поддержке, и чтобы этот сервис у вас был подключен. То есть у вас обязательно должна быть интернет поддержка подключена, которая включается у нас в НСИ администрирование, администрирование интернет поддержки и сервисы и настройки интернет поддержки. Введен логин и пароль. Доступ у вас будет, если у вас ИТС активный договор. Я думаю, что настолько уже это такая тема, мы ее сейчас раскрывать не будем по ИТС, что она знакома каждому уже пользователю системы. Что у нас заполняется, когда мы используем заполнение по ИНН? То есть вы вводите ИНН компании, и у вас автоматически заполняются следующие реквизиты. КПП, краткое и полное наименование, юридический адрес и телефон. То есть это официальные данные юридического лица. Эта функция очень значительно сокращает время работы пользователей и очень сильно, конечно, помогает бороться с ошибками ввода данных, потому что информация у вас вводится сразу достоверно. Если списки партнеров и контрагентов ведутся независимо, то заполнение по ИНН может быть выполнено при создании нового партнера. В этом случае необходимо обязательно устанавливать галку, когда в помощнике вы создаете карточку нового партнера, указать идентификационные данные партнера. При этом у вас будет сразу создан контрагент. Прямо сразу из формы создания партнера. Элемент списка контрагентов можно также заполнить независимо от связанного с ним партнера, связанного в списке контрагентов. То есть вы можете как из карточки при помощнике регистрации сразу создать контрагента, так и после регистрации партнера вы можете по гиперссылке контрагента в списке контрагентов создать отдельно контрагента. И при этом уже будет использоваться автозаполнение. Автоматическое заполнение реквизитов контрагента доступно и при указанном значении сокращенного юридического наименования контрагента. То есть такая функция есть. По сокращенному наименованию тоже функция сработает. Какие у нас есть особенности заполнения реквизитов контрагента? Открывается форма, в которой выполняется поиск данных государственных всех реестров. Заполняется список найденных контрагентов. Пользователь выбирает контрагента, который нужен в списке. И реквизиты выбранного контрагента, сравнивая с текущим значением указанных в списке контрагентов, у нас заполняются. Если данные, полученные из сервиса, отличаются от текущих данных, то вы увидите следующие действия. Если данные отличаются только в части незаполненных реквизитов контрагента, то выполняется до заполнения недостающих данных. Если данные отличаются в части заполненных реквизитов, которые до этого уже были внесены в систему, то система спросит у пользователя, нужно ли перезаполнять данные, либо оставить те, которые есть. Здесь уже необходимо принять решение именно пользователя. Заполняются при автоматическом заполнении реквизитов следующие реквизиты. Это наименование, сокращенное юридическое наименование, КПП, телефон, юрадрес и сервис автоматического заполнения реквизитов контрагентов доступен в следующих формах. Это помощник регистрации нового партнера, о котором мы с вами говорили, на странице регистрации первичной информации и на странице регистрации данных главного контрагента. В карточке самого контрагента, то есть юридической сущности, и в карточке партнера, если не ведется раздельный учет партнеров и контрагентов. То есть в этом случае, когда у нас не ведется раздельный учет партнеров и контрагентов, у нас для одного партнера однозначно определен один контрагент, и разночтения быть не может. Поэтому юридическая информация сразу заполняется из карточки партнера. Функция проверки контрагентов ФНС. Для проверки контрагентов через интернет предусмотрен специализированный веб-сервис ФНС. Проверка реквизитов контрагентов позволяет сразу в онлайн-режиме проверять существование контрагента по его ключевым реквизитам. ННН и КПП функция, она очень актуальная, так как особенно последние несколько лет, конечно, много рисковых отраслей, много рисковых. Очень-очень сильно бизнес потрясло, и нужно обязательно своих контрагентов проверять, обязательно убеждаться, как текущих, так и новых контрагентов. Конечно, эта тема у нас очень остро сейчас поставлена. Сервис проверки контрагентов предназначен для цели, чтобы заранее заблаговременно выявить ошибки в данных, сдаваемых в налоговые органы, и недобросовестных контрагентов. То есть ошибки в данных, которые мы подаем в налоговые органы, это тоже очень неприятная ситуация. Сталкивались мы с такими ситуациями, и потом долго длятся обсуждения, взаимодействия с налоговыми органами, что куда было отправлено, а что куда не было отправлено. Штрафы нужно платить, и только потом разбираться. Поэтому лучше такие вещи предупреждать. Подключение проверки по EGRN. Автоматическая проверка контрагентов по EGRN включается в функциональные опции специальные, в настройках НСИИ администрирования, в интернет-поддержках и сервиса, проверка контрагентов, автоматически проверяясь контрагентов по EGRN. Проверка подключения к сервису выполняется по кнопке НСИИ администрирования и проверить доступ к веб-сервису. То есть есть кнопка, скриншот изобразила, когда мы можем проверить, подключен ли у нас данный сервис и работает ли он. Проверка возможна для юридических лиц, их обособленных подразделений и индивидуальных предпринимателей. Проверка документов выполняется в фоновом режиме, не мешает работе пользователей при интерактивной работе, проверяется информация обо всех контрагентах, данные которых используются при оформлении счет-фактуры. Проверка выполняется при вводе нового контрагента также и изменение реквизитов существующего контрагента. Сама проверка осуществляется по EGRN. Результатом проверки может являться один из перечня статусов. То есть либо у нас контрагент есть в базе ФНС, не подлежит проверке по данным ФНС, по данным ФНС контрагент не действует или был изменен КПП. Вот здесь мы видим красный у нас статус, который нас предупреждает. Проверка контрагента по данным ФНС не осуществлялась, завершилась неудачей, контрагент содержит ошибки в данных МНН или КПП, контрагент отсутствует в базе ФНС, КПП не соответствует данным базы ФНС. То есть важное предупреждение, которое у нас предупредит наше следующее действие. В случае, что у нас происходит в случае отрицательного результата проверки, что у нас отображается? Отображаются предупреждающие знаки в списке счет фактур. И мы уже можем предпринять какие-либо действия дальше, сделать выводы. То есть у нас отображаются в следующих документах. Не только в списке счет фактур, в следующих документах. В карточке контрагента, в формах документов счет фактур, как мы говорили, в формах документов, на основании которых создаются счета фактуры, в формах списка самих контрагентов, в формах списка счетов фактур, в формах списка документов на основании так. И в отчетах, предназначенных для сдачи отчетности по НДС. И у нас могут отображаться следующие предупреждающие знаки. Это что контрагент прекратил свою деятельность, что проверка завершена неудачно, и у контрагента не заполнены ННН и КПП. Такой перечень статусов у нас может быть. Проверка контрагентов выполняется в режиме реального времени на дату документа, где у нас отображается статус. Отображается результат проверки, выполняется сама проверка при открытии документа, либо при изменении контрагента, либо при изменении даты или вводе счет фактуры. Также у нас предусмотрен отчет для того, чтобы можно было провести анализ, посмотреть все в одном месте. Это проблема проверки контрагентов. И также предусмотрена проверка данных контрагентов при помощи отчетов книгопокупок и книгопродаж. В отчетах проверка контрагентов выполняется в режиме реального времени. Результат проверки вводится на специальной панели, где мы можем эту информацию изучить. И последняя тема на сегодня теоретическая. Это регистрация обособленных подразделений контрагентов. То есть для того, чтобы в списке контрагентов у нас отобразить официальные обособленные подразделения, предусмотрен дополнительный вид контрагента, обособленное подразделение юридического лица. Для обособленного подразделения контрагента указывается головная организация, головной контрагент, и регистрируется информация об ННН и КПП. Если ИНН обособленных подразделений соответствует, ИНН главная организация КПП уже оформляется отдельно, и для каждого обособленного подразделения вводится свой КПП. Такая необходимость может быть у нас, если обособленное подразделение именно юридически является обособленным подразделением и имеет свое отдельное КПП. Вся информация об обособленных подразделениях используется, когда мы распечатываем счет фактуры, универсальный передаточный документ и торг 12. То есть у наших регламентированных документов все прописано в соответствии с юридическими нормами. При наличии уголовного контрагента нескольких обособленных подразделений предусмотрена возможность выбора КПП из списка, зарегистрированных КПП для обособленных подразделений. Регистрация обособленного подразделения в списке контрагента не является обязательной для регистрации КПП в документах, и можно ввести в счет фактуру эти данные КПП вручную. И при внесении этих данных информация запоминается системой, далее мы уже в дальнейшей деятельности можем эту информацию использовать. С теоретической информацией мы на сегодня закончили. Перейдем теперь в систему и посмотрим, как у нас в системе выглядит заполнение контрагента. Видно сейчас ERP? В чат напишите, пожалуйста. Бужу у вас. Теорий много. Постаралась отхватить много вопросов. Так, вижу плюсики. Хорошо. Не спим. Информация у нас вводится в блок НСАИ администрирования и в список партнеров. Посмотрим вживую. Система у нас подвисает, поэтому мы будем ждать, когда она откликнется, и посмотрим у нас список партнеров. Для этого у меня как раз была заготовлена подробная презентация. Сейчас мы видим список партнеров наших. Сейчас посмотрим, как выглядит у нас иерархия партнеров. То есть у нас есть компания Альтаир, наш партнер, и у него есть подчиненный партнер, компания Альфа. Что касается визуала списка партнеров, есть кнопка создать, по которой мы создаем партнеров, есть кнопка удобного поиска, есть кнопки стандартные, которые мы используем создать на основании. То, о чем мы говорили, что справа у нас сразу выдается в поле все данные, которые у нас могут быть необходимы без открытия карточек. То есть мы можем сразу перейти в контрагентов партнера, мы можем увидеть сразу контактных лиц партнера, не переходя отдельно внутрь карточки, не тратя на это время. Сейчас мы посмотрим на примере партнера Альфа, как у нас внутри выглядит заполненная карточка нашего партнера. Напоминаю, что сейчас мы видим именно партнера, то есть это управленческая сущность, не юридическая. У нас наш партнер является клиентом, поставщиком и прочие отношения. Далее у нас установлено головное предприятие, таким образом у нас строится иерархия. Специально выбрала такого партнера, чтобы увидеть иерархию. То есть здесь мы можем выбрать из списка партнеров нашего головного партнера. Также устанавливаются остальные настройки. Это основной менеджер, этикетки, группы доступа, бизнес-регионы, если мы это используем. Группы доступа тоже могут использоваться, могут не использоваться. И остальные настройки партнера. Далее контрагенты, которые у нас закреплены за этим партнером, связаны с этим партнером. То есть это отдельный справочник юридических сущностей. То, что мы сегодня разбирали. Это наше юридическое лицо Альфа. Здесь мы видим уже юридические данные, то есть ННН, КПП. И можем перейти в справочник контрагента. Здесь мы видим как раз-таки результат проверки ФНС, что КПП у нас не соответствует данным базы ФНС. Здесь мы сразу видим этот функционал проверки ФНС, то, о чем мы говорили с вами в презентации. И видим, когда у нас установлен реквизит. Видим, что реквизит у нас установлен изначально. И можем добавить корректировки, добавить новый элемент. Все, о чем мы говорили в презентации, мы, в общем-то, по этим вопросам здесь и идем. Далее мы возвращаемся в нашего партнера. Что мы здесь еще можем увидеть? Мы можем увидеть, как мы говорили, список контактных лиц с назначенной ролью, с фамилией, именем и отчеством. И можем зайти в это контактное лицо, посмотреть по нему подробную информацию. То есть здесь мы видим дату регистрации, можем указывать дату рождения при необходимости, роли контактного лица, адреса телефона и какую-либо дополнительную информацию. То есть у нас уже где-то элемент списка контактных лиц. Так, мы рассмотрели с вами карточку. Сейчас попробуем запустить с вами помощник регистрации нового партнера, если система нам позволит по скорости работы. Как у нас создается новый партнер? Мы используем помощника продаж, ой, помощника регистрации нового партнера. Все, у меня уже продажи. Везде я вижу, как работает менеджер по продажам с этим справочником. И указываем данные. Ну, допустим, мы сейчас тестовые данные вводим. Тест демо. Указываем какой-либо e-mail. У меня автоматически. Есть, e-mail загружается. Сделаем что-нибудь. Вот так, поменяем. Это обязательные поля. Если мы сразу укажем галку «Указать идентификационные данные партнера», нам необходимо будет ввести НННКПП и сразу сокращенное наименование юридического лица. То есть в этот момент у нас автоматически будет создан также и контрагент к нашему партнеру. Мы этого делать не будем. Видите, у нас, если мы указываем галку, нас предупредит, что будет создан контрагент, сейчас будет создан партнер. Идем далее. А вот тут еще был у нас поле для регистрации контактных лиц. Также можно в первой карточке сразу ввести контактные лица, но это не блокирующая информация. То есть мы можем идти далее. Далее нас помощник перекидывает на следующий этап, где мы указываем тип отношений. То есть так как мы заводим из НСИИ администрирование, то у нас тип отношений. Можно выбрать любой, галки у нас не проставляются. Допустим, этот партнер является для нас и клиентом, и поставщиком. В данных настройках демо-базы группа доступа у нас обязательно для заполнения. Также можно указывать сегмент, фактически юридический адрес партнера, но сейчас эта информация у нас не выступает в качестве блокирующей. Также у нас можно указать экспедитора и макрорегион, но это не блокирующие данные, поэтому мы их сейчас пропускаем. Так как данные мы практически никакие не вводили, ввели минимальные, у нас был создан партнер тест-демо. Контрагенты для него не создались, и контактные лица также не создались. Проверим контактные лица. Контактные лица можно нести по кнопке «Создать» и создать новый элемент списка. И контрагенты у нас вот здесь помещены под кнопку «Еще» поместились на панель. Здесь мы создаем контрагента для данного партнера. Тут же у нас необходимо ввести ННН КПП. У нас даже кто-то еще подключается, наверное, я кого-то выбивала. Так, мы выберем какой-нибудь контрагента. Ну, допустим, там. Я сегодня цветы, а вот цветы возьмем. Я сегодня брала ромашку, поэтому она уже есть в системе. Попробуем ввести цветы. Вводим ННН. Записываем наш карточек. Вот у нас записался наш контрагент. Теперь у нас привязан к партнеру контрагент. Данные мы по нему, остальные не заполнили. Вот у нас указывается партнер. К нему уже дополнительные документы. То есть дальше заводятся банковские счета, договоры, лицензии поставщиков при необходимости. Те данные, которые у нас необходимы к заполнению. При этом при заполнении минимально необходимых данных у нас карточка сохраняется. То есть система зарегистрировать дает контрагента. И мы видим, что сокращенное юридическое наименование партнера у нас подгрузилось. Установлено изначально и установлено изначально реквизиты. Итак, возвращаемся в нашу презентацию. Так, я вижу, что пишут вопросы сюда писать. Да, пишем вопросы. Если есть какие-то вопросы, пишем. Мы сегодня по времени немножко задержались. Но попробую ответить, если успею, на какие-либо вопросы. Так, пока я переключаюсь на презентацию. Если есть вопросы, пишите их сейчас. Мы что-то успели. Так, ну, пока ожидаем вопросов. Они, наверное, если прилетят, можете писать, кстати, в ответ на рассылку. Рассылка будет с материалами, с презентациями. Презентации все со скриншотами, с подробными. Так что, если нужно будет что-то найти в системе, вы это увидите. Скриншоты все делал свеженькие. Так что по системе будет легко найти. Вот, сегодня вам спасибо большое за внимание. Контакты наши указаны сейчас на экране. И также будут в рассылке указаны. Всем хорошего дня. До свидания.